желчнокаменная болезнь как вы думаете скажите пожалуйста мои хорошие вообще если камни сформировались в желчном пузыре то варту их лечить врачи по-разному говорят врачи по-разному на самом деле на сегодняшний день есть разные мнения вот и знаете от чего это зависит от ситуации но потому что мы сегодня постараемся разобраться для того чтобы но с этим вопросом а он будет всегда возникать сколько лет я в этой теме работаю столько он возникает тем не менее скажите мне пожалуйста вот кто из вас хотя бы раз в году ходит на узи и смотрит ручную полость хорошо а кто не был последние пять лет не был ахан уже больше а вообще чего ходить хорошо все ли чувствуют это давали нет не чувствует представляете себе здесь люди которые живут и 80 лет и у них есть камни и они их не чувствуют а у других какая-то образовалась мелочь камни двинулись да и операционный стол как-то так тоже надо разобраться в каких случаях когда это возникает и как сделать так чтобы ну прожить 80 и без камней в первом случае а уж если есть камни понимаете то нужно понимать что с ними вообще что-то стоит делать или не стоит это актуально актуально но давайте изначально мы разберемся все-таки в том что почему возникают камни в желчном пузыре когда они возникают и там со всеми вытекают физиология физиология где фломастера и не знакомы на доске а вот извините пожалуйста повернули с другой стороны я уже не вижу все знают где находится печень и желчный пузырь да ну из присутствующих точно потому что однажды мне один мужчина показал где у вас болит болит справа а где справа что там болит про печень я нарисую вам так вот печень по-другому просто неудобно нарисовать но желчный пузырь лежит под печенью он не лежит вот так спереди вот здесь он лежит вот там по дреберье вот плоскость вот так лежит желчный пузырь он может быть повернут к сзади к спине он может быть там перевернутый я его так вот нарисую вот сюда но он так не лежит пузырный проток смотрите желудок двенадцатиперстная кишка вот этот проток впадает фатеров сосочек два очень тоненьких маленьких таких как уколчик от иголочки это проток желчного пузыря поджелудочная железа у нас тут тоже проток имеет так называемый фатеров сосочек сюда впадают вот эти два протока из поджелудочной железы и желчного пузыря ребята место это называется бермудский треугольник потому что проблема такая как панкреатит она не бывает сама по себе есть холецистопанкреатит а еще есть дискинезия двенадцатиперстной кишки но и вот если мы вот так вот возьмем да будем называть так и говорят что это бермудский треугольник проблема одного органа никогда не бывает самостоятельно это всегда совокупность ситуации идем дальше что у нас дальше есть толстый кишечник тонкий кишечник его много потом толстый нисходящая кишка и вот как-то желчный кишечный тракт смотрите сама по себе желчь это не вода это там всего очень много много и всяких таких компонентов настолько много что перечислять можно напечатать лист а4 состав но есть основные вещи которые касаются этой темы значит желчная мицелла мицелла это то есть чего состоит желчи она состоит из желчных кислот глицетина и холестерина и это все жироподобные вещества зачем нам желчи эмульгировать жиры которые мы скушали эмульгировать это значит должен пройти процесс омыления если процесс омыления жиров не произошел жиры не усваиваются вот это мицелла знаете вот эти вещества жироподобные они находятся в конъюгированном состоянии ну вот так вот переплетены такая получается как косичка вот здесь у нас в тонком кишечнике живут бифидолактобактерии да и они занимаются рас конъюгацией этой желчной мицеллы то есть они растаскивают эти составляющие но на отдельные части и что получается концентрация желчных кислот один к одному к одному вот если такая желчная мицелла вот в такой концентрации желчь текучая она никогда не будет густой она не будет выпадать осадком она не будет формировать хлопья на стенках желчного пузыря знаете она не будет лепиться то есть момент первый желчь должна быть текучая от чего зависит текучей желчи как вы думаете от лецитина от лецитина от воды ну момент первый на самом деле желчи в сутки вырабатывается почти полтора литра взрослого человека она жидкая а вот уже в желчном пузыре она становится густой она загусает и объем желчного пузыря но максимум триста семьдесят четыреста миллилитров полутора литров остается грубо говоря третья часть да все остальное жидкая часть по сути дела всасывается назад в кровоток остава остается только той чего состоит желчь и мы должны с вами понимать следующую вещь что желчь в норме имеет щелочную реакцию нормальная желчь щелочная ферменты поджелудочной железы щелочные а желудок у нас что с вами вырабатывает кислоту соляную кислоту и соответственно в желудке реакция какая кислая если у нас кислоты с щелочами встречаются в двенадцатиперстной кишке то двенадцатиперстная кишка какую будет иметь среду нейтральную совершенно верно за счет того что в тонком кишечнике проживают лактобактерии верхние отделы тонкого кишечника формируют слабо кислую здесь слабо кислая среда слабо кислая но не кислая потому что тогда когда вот здесь мы в каре в анализе на к программу имеем кислый кал знаете зловонный кислый кал то вот это немножечко уже там про нарушенные процессы мы сейчас с вами обозначим потом вы поймете почему я вам про это говорю то есть смотрите мы сказали если желчь формирует печень а кто в печени формирует эту желчь нам еще надо с вами одни образования это клетки гепатоциты которые состоят из купферовских образований есть такие и вот на мембране этих купферовских образований происходит образование желчи то есть на самой мембране и представьте себе если желчь хорошо текучая вот она правильная то в принципе на эти как мелкие ручейки как мелкие ручейки стекается в более крупную реку до крупная река еще более крупную и потом вот целое море так как желчный пузырь механизм понятия вот смотрите если желчь поменяла свою текучесть из-за чего она ее меняет посмотрите все было хорошо когда-то и у тех у кого сегодня есть камни тоже когда-то желчь была текучая что изменилась дело в том что вот весь процесс проходит три стадии первая стадия это чисто химическая ну так скажем на уровне на уровне биохимических процессов на уровне того что происходит в самой клетке потом физико-химическая стадия то есть это уже процесс загусания самой желчи до меняются ее текучие свойства она становится более густой да и превращается в конечном итоге в камень понятно да то есть вот когда начинаются вот эти химические изменения в желчи можно это определить или нет люди если бы у нас была культура в этом отношении наблюдать за собой и мы выходили с вами точно регулярно там хотя бы два раза в году на усе брюшной полости даже если все хорошо и ничего не болит понимаете мы бы точно не увидели вот этого пускового механизма почему потому что узи друзья мои определяет уже сформировавшуюся проблему то есть ультразвук натыкаясь на более плотные ткани да дает сигнал о том что есть какие-то изменения скажите пожалуйста если вы себе представляете что желчь ну допустим это субстанция такая жидкого киселя жидкий кисель если мы с вами более сделаем более густой кисель а если еще более густой кисель все представляют сильно густой кисель желе все представляют то желе уже течет или не течет но это еще не камень правда но вот эта стадия физико-химических преобразований желчи происходит прежде всего где вот здесь вот на этой мембране и сначала все хорошо нормально текучая желчь но потом этот кисель начинает загусать и превращается густое желе вокруг скажите такая желчь будет стекать по вот этим ручейка грубо говоря вот этим пластилином залепились залепилась сначала мембрана клетки потом мелкие протоки потом более крупные протоки а как вы думаете узи их видит не видит в том-то и дело это еще структура которая для лучей ультразвука проходима и всего-навсего на узи можем сказать там по изменению цвета печени печень сбиршена не у вас ничего только печень сбили что сбили что сбиршена что она сбившилась стоя уже шо же распирается понимаете но обязательно там заключение значит зернистость печени вообще читали свои узи я слова немножко знакомые да поясняю вот это изменившаяся зернистость печени шо там с ней происходит если печень становится белая жировой гепатоз то это что друзья мы это не что иное когда клетка гепатоцит заместилась чем жиром а почему жиром жироподобные вещества откуда они взялись вот нарушение холестеринового обмена в печени по сути дела и является но таким промежуточным сейчас я скажу откуда ноги раздут промежуточным этапом формирование камня сначала формируется холестериновый потому что есть камни билирубиновые тогда это еще один до пигментные вот потом они кальцинируются что те что другие они дальше кальцинируются почему кальцинируется сейчас тоже скажу и вот смотрите если у человека повысился уровень холестерина когда он повышается все знают что у кого когда случилась ситуация с повышенным холестерина едят все подряд понимаете печень почему-то позволила себе вот этот сбой да мало того что наша печень синтезирует нужный нам холестерин мы говорим про него это хороший холестерин до высокой плотности а холестерин низкой плотности это какой плохой холестерин звиткий эмберец его что же починка делает да плюс мы с вами еще что-то едим вот продукты питания стиль стиль питания привычки питания вот это все то что мы с вами нарабатываем в плане того что у нас появляется излишки холестерина на сегодняшний день проблема ну я не знаю здесь сидящих кто-нибудь кушает в день сало грамм 200 друзья мои перекос да в холестерине все понимают откуда холестерин это мононасыщенные жиры которые есть в продуктах животного происхождения мясо сало шкурка шо птицы что само по себе сало вот это мононасыщенные жиры холестерина в жирах растительного происхождения то есть в растительных маслах их там никогда не было нет и не будет и именно поэтому друзья мои в рационе человека имеющего тенденцию к желчоком не образованию либо уже имеющих камни то желательно чтобы мононасыщенные жиры были заменены растительными жирами до поле ненасыщенными жирами это очень важный момент потому что по сути дела мононасыщенные жиры они формируют вот вот представьте себе человек покушал обильно шашлыка к шашлыку был оливье там с колбасой не ну это типа докторская что там еще было но такого жирного поняли да о чем я говорю то есть соответственно чисто теоретически мы себе допустим что холестерина стала 3 молекулы изменилась текучесть изменилась а смотрите что происходит с лицетином как у нас там с лицетином вообще кто-нибудь каждый день свою кушает какие источники лицетина вы знаете яйца еще соя еще но лицетин лицетин я про продукты питания кстати все и все нету еще починка сама пособие починка такие же починку если сегодня не можно да ну давайте так про нормальное если допустим все нормально все хорошо то есть определенным образом вот в нашем рационе питания лицетина точно меньше чем хочется но если вы в день не съедаете 8 яиц то вы не набираете количество лицетина который вы должны съесть помним что это фосфолипид и квота получения фосфолипида в организме человека это 420 миллиграмм 420 друзья мои в одном яйце всего 12 и что яйца обязательно есть на ракаре дело в том что в яйце ну как 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 зародыш так как источник в будущей жизни холестерин уравновешен с лицетином никогда яйца ну во первых все в жизни меняется раньше яиц боялись в этом отношении сегодня ребята это опровергнуто потому что в яйцах холестерин уравновешен с лицетином они не повышают уровень холестерина в крови разумею однако являются очень хорошим источником белка то есть смотрите и теоретически допускаем что лицетина мы сегодня не доели 0 5 а что происходит с желчными кислотами желчные кислоты это соли до которые образуются очень ценная субстанция для человеческого организма и работает как касторка знаете что такое касторка касторовое масло но очень хорошо слабит поэтому прекрасно желчные кислоты работают с механическими рецепторами толстого кишечника в общем-то и вызывая сокращение мускулатуры толстого кишечника в связи с чем у нас происходит а дефекации в туалет идем по большому другими словами то есть если смотрите желчных кислот мало две молекулы как там со стулом будет как будет со стулом как вы думаете будет склонность забором совершенно верно а если желчных кислот будет пять молекул то буду бегать понимаете и вот формат того что при дискинезия желчеводящих путей все начинается отсюда либо стул формируется к запорам либо к поносам да то это как раз вот это вот игра не что иного как вот этих желчных кислот они в кишечнике вот здесь вот это мицелла расконъюгировалась бактериями аж у нас вообще в кишечниках дисбактериозы лактобактерии майже вот кто приносит мне анализы на дисбиоз я вам скажу так 95 процентов лактобактерий имеет в меньшем количестве чем нужно еще с бифидобактериями так вся но лактобактерий точно не хватает понимаете лак занимают некому заниматься вот этой вот расконъюгации некому это куда же будут в печень вот сюда на мембрану этого гепатоциты возвращаться снова желчные кислоты а так должно быть как водород воды в природе вот из кишечника желчные кислоты возвращаются в желчный пузырь снова в кишечник 50 раз организм гоняет эту молекулу прежде чем он ее выбросил через толстый кишечник исходите в туалет 50 раз настолько это ценное сырье понимаете так вот вот это вся мицелла если не было расконъюгирована то в принципе мы имеем вообще нарушенный процесс пищеварения что там происходит с жирами мы сказали желчь нужна для эмульгации жиров мы с вами поели там не знаю хлеб с маслом колбаса содержит жир да кашу гречневу поели с маслом гречка как у клевод а масло то это жир понимаете он должен быть эмульгирован желчными кислотами а если вот эта история не произошла то как там дайте как это хорошо видно как вот это все работает это тот момент как вы ходите в туалет унитаз надо мыть щеткой после обояскова так вот в норме мыть не надо а вот когда есть патология уже надо щеткой помыть да еще как как пластилин смывается просто водой вот просто водой не смыть надо щеткой вот это когда кал жирный а что произошло жиры там как вообще они чуть не произошло они эмульгировались нет получается шуне посмотрите в этот момент очень очень важный момент ребята если у нас ведь мы нарисовали цифру 3 в холестерине именно холестерин делает вот эту желчную мицеллу очень тяжелой ну чтобы было понятно смысле тяжелый и вот этот желчный пузырь которые у нас есть он начинает эту желчь а еще что такое дискинезия что такое дискинезия орган симпатическая нервная система иннервирует по сути дела у нас желчный пузырь область двенадцатиперстной кишки и толстый кишечник дискинезия толстого кишечника дискинезия двенадцатиперстной кишки дискинезия желчного пузыря других дискинезий не бывает что такое дискинезия вы понервничали вы понервничали вы поволновались ну какая разница будь какой стресс мы сегодня все живем в условиях стресса прошу на это обратить внимание именно поэтому сегодня на сегодняшний день статистической статистических данных очень сильно увеличилось количество желчнокаменной болезни соответственно приступов и соответственно операции как вы думаете почему потому что сформированная дискинезия друзья мы это спазм желчеводящих путей это спазм желчеводящих путей и что происходит когда возник спазм если желчный пузырь сократился в этот момент желчь оттекает нет а если вы еще и кушаете один раз в день но вам бичный макулы сегодня у меня была молодая девушка для не завтракаю а как вы я сплю до 12 а потом что в 4 часа обедаю а потом что потом в 11 ужинаю а могу не поужинаю зачем ты так живешь 24 года у нее четыре камня в желчном пузыре ну вот я уже пришла к вам потому что уже поняла что что-то надо меня ребят менять надо за того они до того когда уже вот одним словом вот это дискинезия возникший спазм не дает оттока желчи если оттока желчи не произошло эмульгации жиров не будет а если вы с вами не получили необходимого количества что начинает делать печень не вижу нужен холестерин нужен и что она включает она сама вам сделает холестерин из чего из тех углеводов которые вы съели а у нас сегодня питание ребята жах хлеб пять раз в день если не хлеб то печенюшки в перекусах макароны пельмени картошка рис тортики тортики понимаете конфетки запомните есть выражение у нас гастроэнтеролога сахар это прямая дорога камня углевод прямая дорога камня потому что если вы не израсходовали физически этот углевод печень его перетворит во что холестерин по-другому не умеет сначала это гликоген понимаете а потом это холестерин но не умеет организм по-другому сохранить эту энергию он ее очень красиво упаковывает понимаете в холестерин потому что это очень энергоземкий продукт понимаете и вот смотрите желчь жирная за счет большого количества в ней холестерина и она начинает потихоньку выпадать в осадок но опять таки что происходит почему она начинает лепиться склеивают вот эти вот молекулы начинают склеиваться да по одной простой причине вот здесь не щелочная реакция друзьям а здесь кислая а почему она тут возникла кислая да потому что сплошь и рядом лемблиозы потому что сплошь и рядом за счет дисбактериоза сюда попадает кишечная палочка здесь бывает клепсиела все что угодно стафилококковая инфекция которая вызывает полецистит снова знакомы вот этот воспалительный процесс он то и смещает то есть стенки желчного пузыря находятся отекает это все понимаете ухудшается функция этого органа но в момент воспаления смещается в клараж желчи в кислую сторону а что происходит с жирами если они попадают в кислую реакцию они начинают твердеть если бы была щелочная реакция ничего страшного не было а а а у нас кислая реакция начинается твердение и вот здесь вот выпадает вот тут нас начинает осекать так называемый сладж ну густая желчь который уже это даже не кисель как пластилин вот этот пластилин он налипает на стенках да ну а хронический вообще воспалительный процесс желчного пузыря у многих написано в карточке хр холецистин вяло текущий процесс там себе красиво живет потому что дисбактериозы никто не не нормализует с этим но приступ сняли а хололи там чего-то да на этом все и и вот это вот состояние смещенной ph в конечном итоге требует организм из себя пытается восстановить уже себя тоже пытается лечить мы сама восстанавливающаяся система слышали такое да скажите пожалуйста что старается сделать организме если вот здесь кислая среда он пытается ее защелочить а чем защелачивать кальция соли кальция образуются в кислой среде таким образом организм пытается выровнять вот это кислотно-щелочное равновесие этой жерчи и выпадают кальциевые соли а вот теперь возникает самое интересное вот этот пластилин выпавшие кальциевые соли вот вам что кальками и и вот этот камень друзья мои может произойти такая ситуация я немножко утрированно сейчас скажу но допустим вечером человек лег спать у него сладж на стенках желчного пузыря а утром проснется у него будет камень еще раз с точки зрения того что вы идете на узи да где-то какое-то какая-то тянущая боль в правом подреберье да есть другие симптоматические вещи проблемы желчным пузыря есть я однажды читала материал и в общем то мы говорили про физиогеномические данные то вот эти две полоски вот здесь или вот такая это точно проблема желчного пузыря есть очень много моментов пятна всякого рода на лице то есть много моментов говорит о том что есть проблема желчным пузырем человек делает узи все красиво через год камень где взялся нет все было хорошо где взялся ребята помните простую вещь узи не возьмет холестериновые уплотнение вот эти пробки грубо говоря так назову вот эти пробки которые формируются вот здесь вот здесь они формируются гораздо раньше чем мы увидим камень желчном пузыре и очень было бы хорошо чтобы вот эту ситуацию разгрызти тогда когда это пластилин и сладость когда вы приходите на узи и вам узи спишет хлопья заключение специалиста хронический холецистит никто не пишет вот сюда не выносит что пред калькулезное состояние это пред калькулезное состояние завтра будет камень и нас отпускают что выращивать идите понаблюдаем там в лучшем случае 6 пока тогда когда уже камень ну чекай тогда если это еще и с приступом значит пойдем на операцию что зачем я вам так с подробностями это объясняю друзьям причина образования камней в желчном пузыре это прежде всего нарушенная функция кишечника раз дальше это наше с вами неправильное питание хочу поел один раз хочу поел два раза хочу не завтракаю завтракать нужно обязательно привычка не завтракать это еще одно условие для того чтобы сформировался камень в желчном пузыре потому что выброс на эти меридиан желчного пузыря это вот с одиннадцать двадцать три час ночи потом печень когда вы в туалет должны сходить утром правда толстая кишечник включается утром за счет чего за счет того что выбросили желчные кислоты и они прошли и вызвали раздражение механических рецепторов понимаете а если мы с вами поужинали ночь считать умеете время да и не завтракаем а пообедаем в 4 часа сколько часов вот эта желчь она не гуляет она стоит она стоит а тут ли амблии со своими воспалительными вещами да и со смещенным ph балансом что такое полипы в желчном пузыре мало того поразит ребят но с любая слизистая когда и и обжигают кислотами а нашу начинает делать она меняет днк не может в таких условиях жить она начинает формировать клетки которые начинают разрастаться то есть это помимо это полипы дальше это залипает вот этой густой желчью понимаете и формируется вот такая история нарушает эти это текучий желчи нарушаем мало того что дискинезе у нас еще и и там все это непонятно какого качества то есть густая желчь со сладжем она не будет выполнять свою функцию как положено эмульгации жиров то есть мы имеем нарушение вообще процесса пищеварения что мы делаем с вами утром вот сейчас вот такая пошла просто не знаю просто не знаю как как с этим не бороться бесполезно но бесполезно да но тем не менее вот приходит человек спрашиваю как вы завтракаете овсяночка какая овсяночка хлопья масло хоть туда дали нет не дали а с чем могу с сухофруктами могу с фруктами вот это что это за рацион питания углевод с углеводом да еще и без жиров вы понимаете раз не дали жира утром желчный пузырь стоит ну же хоть налейте в эту овсяночку чайную ложечку растительного масла ну тогда будет совсем хорошо это не холестерин сегодня сделали абракадабру с этого холестерина понимаете нужно не холестерина сегодня бояться сегодня нужно бояться углеводов однозначно я не говорю что совсем их надо исключить они очень нужны жир не будет сгорать без углеводов в топке углеводов сгорают жиры в этом процессе но тем не менее ребят гораздо верше так вот смотрите если мы говорим с вами про стадию формирования камня химическая стадия начинается на уровне клетки когда вот эта история физико-химическая это уже когда все это попало в желчный пузырь здесь начинает загусать плюс кислая среда все разумево? и вот мы дошли до стадии образования камня что представляет собой камень то есть он может быть холестериновым чаще всего холестериновые они могут быть билирубиновые и они могут быть вот уже пропитанные солями кальция я вам скажу так вот если пять лет прошло с момента того что человек знает ну лет пять у меня камень есть там писали хлопья были мелкие конкременты да они увеличиваются пять лет ребят вот такие камни еще можно растворить ну так скажу растворить расщепить разрушить если камень уже старый больше чем три сантиметра нарушает функцию желчного пузыря то есть перерастянутый желчный пузырь вы мне тут кашляете прямо это самое возьмите водички попейте а я глотаю нет на что на желчь на жизнь вернемся сюда итак если если желчный пузырь имеет камень больше чем 3 сантиметра или он нафаршированный знаете как как гроздья винограда вот то есть там уже нету нет речи про то что желчный пузырь вот он растянулся да и он должен сократиться а ему некуда потому что у него в полости понимаете вот камни лежат он как бы хотела эта мышца сокращаться а она его не сокращает вот это паровоз ушел друзья мои ушел паровоз в плановом порядке если уже такая ситуация есть то плановом порядке идем хирургу и оперируем даже если не беспокоит это бомба замедленного действия большой камень очень часто вызывает пролежение понимаете в зависимости от того где он лежит желчный пузырь же это ну то я вам тут так рисую но камень может лежать вот здесь а если он опять я же неправильно его нарисовал он же лежит понимаете вот он лежит а если он вот тут лежит он закрывает проток возникает реакция механической желтухи понимаете все это всасывается назад в кровь человек желтеет ничего хорошего вплоть до образования цирроза ребята камни в желчном пузыре самое страшное это перитониты которые выбывают на фоне пролежня вот здесь вот стенка знаете желчный пузырь такой орган интересный у него мышечные волокна вот сердце сердце это вот такая мускулатура ну вот такая вот вот такие клеточки поперечно полосатая да а у желчного пузыря они вот так перекрещены как как сеточка понимаете если это сеточка вот плотненько эти волокна да и хорошо сокращается это же кстати с какой силой нужно вытолкнуть очень сильное вот такое плетение очень создает огромной колоссальной мощи вот этот выброс а если он перерастянутый понимаете он смыкался смыкался да вот пытается эти три сантиметра на фаршированный желчный пузырь что происходит с этой мышцей она в конце концов слабеет перерастягивается она больше не может сокращаться а вот эта слабость либо начинает протекать в эти дырки и мы имеем перитонит понимаете а если этот камень вот здесь лежит то это еще и воспалительный процесс и перитонит в общем короче не дай бог то есть вот эта история когда вот уже тут друзья мои лучше в плановом порядке спокойно все остальное полностью удаляют получается если функция нарушена это уже кусок тряпки он не будет выполнять свою функцию его убирают целиком делается операция вот проток выводится в двенадцатиперстную кишку какая в этом случае друзья мои проблема проблема в том что теперь желчь не скапливается в желчном пузыре не выделяется тогда когда вы поели а она стекает 24 часа в сутки и вот эта агрессивная жидкая среда стекает постоянно слава богу если там но это очень редко бывает так называемый постхолецистоктомический синдром когда человек говорит я их не чувствовал а теперь я знаю что у меня есть проблема это поносы представляете себе если человек пять-шесть раз в день ходит в туалет что у него всасывается вообще в кишечнике когда это как у птички на вылет нужно же время для того чтобы пищеварительная система обработала ферментативно да и всосала полезные вещества а если это стимуляция желчными кислотами происходит постоянно какие витамины какая проблема друзья мои оперированные люди по поводу желчнокаменной болезни есть статистика 64% пациента приходит с раком кишечника это не значит что нужно вырастить камни в этом желчном пузыре и потом случится счастье нету в организме человека органа который был бы не нужен и желчный пузырь он выполняет свою функцию понимаете желчь нужна тогда когда мы с вами кушаем а не тогда когда подряд это течет какой выход вот если уже прооперировали да во-первых такой человек просто по жизни но должен употреблять локло слышали да такой продукт локло совершенно верно это сорбент это сорбент то есть на уровне тогда когда попадает в желудок и доходит двенадцатиперстной кишки а здесь течет обволакивающие волокна вот эти пектины грубо волокнистая клетчатка они на себя сорбируют эту желчь да в общем то нет такого раздражающего эффекта и все это дело немножко мягче работает с кишечником при оперированных желчных пузырях сто процентов явление дисбиоза тут происходит флора в такой среде по и по и по и по и по и по и по здесь не образуется слабо кислое здесь кислая среда такая наша нормальная микрофлора в такой среде жить не может нарушения очень серьезные какой-то период там у кого три года у кого пять лет человек говорит ой слава богу у меня все хорошо дай бог три пять лет потом начинаются проблемы то есть смотрите если говорить про то когда и что я бы хотела вас вернуть вот сюда если вы знаете однажды вам написали дискинезия желчеводящих путей если вы знаете что у вас повышенный уровень стресса если вы знаете что вы позволяете себе при этом кушать летом мороженое ой я люблю поздравляю идите дальше понимаете как можно есть вообще кто придумал нет я смотрела передачу представьте себе сладкое белково-жировая эмульсия мороженое еще и сладкое еще и холодное еще и холодное понимаете ничего умнее человечество на чем заработать деньги не придумал ну это ж так после этого сразу горкотики и все понимаете вот вопрос про то что сам по себе холодный продукт сам по себе вызывает спазм кто же если вызвался спазм и не отделяется желчь кто же будет эмульгировать жир то который есть в этом мороженом никто ну никто и что там происходит переваривание зачем ели мороженое для удовольствия только лишь вкусно потому что сладко да так вот смотрите значит давайте так профилактика да профилактика мы про это что нужно для того чтобы был нормальный холестерин в крови и не было условий для смотрите есть группа риска это женщины но вот сейчас ставлю но и три восклицательных знака сегодня для мужчин полные условия для того чтобы у них возникала желудочно-каменная болезнь то есть теоретически женщины это зона риска сегодня почему мужчин возникает желчнокаменная но женщина в условиях беременности чаще всего тогда начинается эта проблема это и это и гормоны это эстрогены наши с вами да но если сегодня мужчины эстрогены получают наравне с женщинами то почему они не должны болеть желчнокаменной болезнью очень даже логично правда дискинезии что не бывает у мужчин бывает что они не едят сало и шашлыки едят только если женщина еще хоть как-то запихает в себя капусту в буряк с морковкой то мужчину же не заставишь так чинит и где весь этот холестерин а сейчас еще друзья мои контрацептивы гормональные таблетки молодежь слушайте внимательно это беда это дисбактериоз и желчнокаменная болезнь 2 как результат следующий момент это наши с вами гормональные да вот препараты ну синтетические гормоны в обязательном порядке а еще сегодня придумали статины слышали такое нобелевская премия получена между прочим да статины но есть одна ситуация дело в том что при приеме статинов они вообще для чего нужны чтобы убрать холестерин из крови да дело в том что в объеме циркулирующей крови статины убирают холестерин а как откуда он их выводит через что печень и желчный пузырь а раз здесь повышается уровень холестерина желчи вот эта картина за счет статина а еще у человека есть лемблевоз ну кто застрахован этот человек будет иметь желчнокаменную болезнь убрав вроде как знаете как благое дело при решении проблемы с атеросклерозом медвежья услуга желчному пузырю вопрос про то чем мы с вами можем решить эту проблему ребята один продукт я уже написала это локва низкая фракция холестерина вообще продукт сделан уникально есть фэдграбберс слышали да у нас есть такой фэдграбберс вот эти продукты они вроде как и очень много много целевых у них назначений но объясню почему в данном случае это работает локла это клетчатка клетчатка создает условия для того чтобы произошел выброс желчи раз дальше холестерин в локла и фэдграбберсе есть кожура подорожника семян подорожника именно вот эта вещь выносит плохую низкодисперсную фракцию низкого холестерина понимаете то есть хороший холестерин остается а плохой холестерин выносится это правильно это хорошо это хорошо правильно хорошо это есть профилактика атеросклероза это есть профилактика желчекаменной болезни да нормально нормально вопрос сколько мало пожизненно да пожизненно хотя бы чайная ложка перед каждым приемом пищи локла для группы риска безусловно друзья мои беременная женщина зашла в группу риска да уже локла показано высокий уровень холестерина в крови уже группа риска показана и так далее смотрите какая вещь вы мне сейчас скажете ого кто готов сказать что дорого оно же дороге а вы знаете сколько сегодня стоит операции вы понимаете в полтора месяца купить банку локла это не так дорого как сходить сделать операцию я буду всю жизнь иметь постхолецистоктомический синдром и в общем и дальше с вытекающими отсюда последствиями это это как но перспектива плохая давайте мы посмотрим если мы говорим про клетчатку локла это что это клетчатка и там ее много как перевариваемая не перевариваемая всяких разных продуктов можем мы давайте чисто теоретически и практически собрать вот это разновидность клетчатки и кушать это ну просто вот рационом питания каждый день как вы думаете могу я рассказать я решила и локла сэкономить купила себе клетчатку семья льна и тыквы намешала себе с овсяной кашей получила гастроспазм спазм дуатенальный купила спазмолитики ползала по стене с водой с кашей закончилась локла хуже стала работать кишечник думаю сейчас я сэкономлю катастрофу получила побежала за локлой не можно и думать я решила поменять я решила поменять ребят смотрите в данном случае спасибо тебе за эксперимент просто человек боль перенес может не надо повторять эти вещи но у меня не получилось и не получится потому что по сути дела в сутки кто знает норму клетчатки которую мы должны получить в сутки от 30 до 45 в зависимости от вашего веса так вот для того чтобы получить 30 грамм клетчатки нам нужно скушать сколько килограмм овощей и фруктов 2 с половиной килограмм 2 с половиной килограмм овощей и фруктов там должна быть морковка капуста буряк разная клетчатка пектины перевариваемые зачем нужны пектины ребята пируваты которые проходят обработку в крови из пектина образуется пируват извините я немножко поругаюсь словами вот этот пируват это дальше детоксикация организма нет пектина мы берем яблоки срезаем шкурку мы берем морковку шкрябаем срезаем мы все пектины выбрасываем в мусорку у нас есть с вами шикарное средство локло для того чтобы помыть шкурку у яблока друзья мои зубов нет не можем желать значит просто трем но кушаем вместе со шкуркой что же вы себе облегчаете то жизнь организм хочет противаты а вы ему не даете все срезали какая там детоксикация будет смотрите 30 грамм клетчатки друзья мои на минуточку и вот на школе питания те кто проходили у меня школу мы с вами считали для того чтобы вот эту клетчатку обеспечить 2,5 кг сколько нужно потратить денег в итоге в месяц ребята ровно 3 в 3 раза дешевле если вы покупаете локло тенти нутриберн ну мы еще туда белок считаем на минуточку чем то чтобы выдал вы просто обязаны съедать 1,5-2 кг овощей и фруктов но вы же их не едите как вы думаете как организм на чем он должен создать условия детоксикации вышлаковки если туда в этот организм не заходят ни микроэлементы кто сегодня съел хотя бы что-то из того что я перечисляю я лезь в руку понимаете можно спросить не все же употребляют 2,5 кг а я же о чем вам говорю у всех возникает ребята совершенно верно априори мы столько не едим во первых мы не приучены к этому американцы приучены мы не приучены начнем с этого у нас все есть но мы не едим столько понимаете мы предпочитаем скушать хлопья овсяные на сегодняшний день где нет клетчатки у нас сегодня очень много неправильно мы с вами кушаем легко заходящие углеводы в виде булок хлеба вот такого пухнастого где нет ничего полезного сегодня белый хлеб кушать это убивать себя так вот вопрос про дорого или недорого цена вопроса вам решать будем мы с этим бороться или не будем поэтому смотрим смотрим друзья мои два раза в год делаем УЗИ даже если ничего не болит это наша с вами ответственность если у вас есть заборы или у вас есть поносы прямая дорога посмотреть что происходит с желудочно-кишечным трактом понимаете в частности с гепатобилиарной системой понимаете да дальше эту проблему что нужно ну как то порешать еще вопрос номер раз до камней до хлопьев в желчном пузыре начинать нужно подход через кишечник пока вы вот здесь не привели в порядок биоциноз никто расщеплять нормальными целом не будет убрали желчный пузырь прооперировали нету все хорошо как вы думаете проблема решена нет конечно она усугубляется потому что клетка печени как синтезировала неправильную желчь так и будет синтезировать только теперь где будут эти камни формироваться в протоках а в проток лазить это еще круче чем понимаете и вопрос про то как я ем жареную пищу копченую пищу буду ли я кушать завтракать буду ли насколько моя пища насыщена мононасыщенными жирами друзья мои еще раз зона риска это преобладание более ненасыщенных жирных кислот это растительные масла это не значит что сливочное масло не нужно но сливочное масло да чуть-чуть кашу растопите это сливочное масло чуть-чуть чуть-чуть это сколько иначе ложечку не больше чем 5 грамм на день на день теперь следующий момент вот если если мы с вами говорим про то что печень нарушила функцию да формирует эту неправильную жел пришли те ингредиенты из которых она делает холестерин понятно да это убрать из рациона питания простые углеводы как можно как можно круче сладкое в частности так почему печень как вы думаете вот сбой пошел почему чего ей не хватает этой печени номер раз лицетин да для того чтобы уравновесить холестерин с лицетином для того чтобы желчь была более текучая и холестерин не окислялся нужен лицетин нужен лицетин друзья мои и лицетин это такая интересная субстанция это фосфолипид еще раз это жироподобное вещество вот когда нормализуется текучая текучей желчи знаете есть очень дисциплинированные пациенты которые приходят есть пофигисты которые смирились с тем что камень ну ладно пойду и прооперирую что там джирикаться сколько же гроши я теперь выкину на то чтобы там нормализовывать так вот смотрите лицетин имеет такую функцию вот эти вот холестериновые наслоения они вот как луковица с шелухой видите пока мы докопаемся до сердцевины сколько надо этих вот снять вот так и камень налепилась пропиталась солями кальция вроде как твердое но как только мы начинаем с вами пить воду нормализовали ph идет нормальная расконьюгация с желчными целыми там есть лицетин да становится желчь текучая вот эти вот лужпайки такое впечатление что они как разбухают они начинают отходить верхний слой грубо говоря размок понимаете да и они начинают отшелушиваться они начинают отшелушиваться процесс не быстрый но тем не менее очень успешный и вопрос вот этого растворения камней понимаете очень неоднозначный сегодня очень большая часть врачей склоняются к тому что не все камни нужно бегом оперировать условия для операции я вам уже выше сказала но если вы знаете что они спокойны что они у вас там в прошлом году ничего не было сегодня вдруг там что-то образовалось нужно попытаться консервативно привести образ жизни образ питания в норму нужно восстановить функцию кишечника и печени для того чтобы все 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 там пришло в порядок вот эта лекция у нас не первый раз звучит вы знаете я вам показывала результаты последний да вот молодой человек был сегодня мужчин очень много страдает молодые ребята вы знаете приходят с камнями и не по одному но это все решаемые вещи еще раз если ваш камень не десять лет у вас сидит свыше пяти лет уже очень сложно он может быть и до конца наших дней понимаете почему заниматься все равно нужно чем создавать условия текучести желчи тогда он просто напросто понимаете вот он плавает он там болтается если особо крупные камни то представляете себе вот здесь вот у шейки желчного пузыря вот это вот это место вот это место вот тут 0,8 0,8 миллиметров если камни меньше на выходе чем меньше 0,8 миллиметров а я что сказала извините оговорилась 0,8 сантиметра то есть если 5 миллиметров на приклад камень понимаете что он может выскочить причем и не слышно и не видно как это произойдет а вот если камень уже 8 миллиметров он уже будет проходить как с усилием и поэтому нужно обязательно спазмолитики в данном случае если уже камень пошел обязательно нужно дать спазмолитик чтобы хотя бы он там не застрял может как-то продвинется вот а если камень полтора сантиметра он выйдет? не выйдет но он может что сделать? закрыть вот эту шейку он вот здесь встанет? может встанет особенно при дискинезиях вот таких вот знаете стойких есть гипотонический тип дискинезия есть гипотонический вот при гипертонических когда сильно вызывается спазм он может долго стоять вот это желтуха то что мы говорили то есть обязательно нужно принять меры для того чтобы камень отошел от этого места и ноги переворачивая знаете поза березки вот лечь на плечи на лопатке и ноги поднять кверху для того чтобы вот этот камень отошел от этого устья понимаете это тоже может быть я вам расскажу пример давно история была я когда-то работала в ягодине и там у нас женщина приходила в общем мы так знались по тому что работали в одной организации тут я ее встречаю в областной больнице а найду на операцию камень удалять а как возникла история пила гормональные препараты естественно очень сильно поправилась ожирение это еще один фактор способствующий камнеобразованию ну и в общем нарушенный гормональный фон привел к тому что сформировался камень в желчном пузыре и ее на операцию отправляют боли приступы и так дальше говорю Танюш не спеши давай вот сделаем вот это вот это дело было в сентябре за три месяца перед новым годом все хорошо ни единого приступа на фоне нашей программы не было новогодние праздники пережили Рождество тут мне звонит муж Инесса Анатольевна вторую неделю держится приступ в больницу не хочет идти разговариваю с ней Тань что случилось ты Инесса Анатольевна ну же все было доброе пожарила гуся жалко было вылить тот жир который оттопился она говорит я хлебушком помакала тапуила той жир да сработал панкреатит реактивный а на карточке направление что было на операцию ЖКБ и ее прямиком в конечном итоге забирают туда и прооперировали встречаю Демоглова говорю слушай что было у Татьяны он говорит ко мне не было а зачем убрали желчный пузырь потому что ну деньги же пошли да на операцию ну же ж надо было убрать понимаете в принципе за три месяца ситуация реализовалась ну зачем же жрать выбочь то того чего не надо было делать так это же знать надо что нельзя она не знала жить ей дышить есть ли гуся есть ли жирного сильно не можно особенно еще раз жир у гуся это что это мононасыщенный жир поджелудочная железа не может поврежденная тут же знаете вот этот момент когда и в поджелудочную железу идет процесс Откуда берутся панкреатиты? Заброс желчи вот сюда. Идет переваривание. Какая разница? Тоже нельзя. При желчно-каменной болезни нельзя. Услышали? И не задавайте мне вопрос. Если есть камни в желчном пузыре, скики сало можно съесть. Нельзя. Только растительные масла. Ребята, приступ может возникнуть на любых маслах. На любой жир, выброс желчи, сокращение желчного пузыря может быть приступ. Понимаете, если камень загнался в проток? Понимаете, может быть приступ? Никто не гарантирован. Пьет человек Левгард или Мелк Тисов или не пьет, у него может случиться приступ априори. Как вы думаете? Вот такой вопрос. Все люди взрослые. Знаете, когда даже приступы случаются? Знаем. Знаете? При половых актах. Раструсились? Нет. Колено-локтевое положение. Сдавили, поддавили вот сюда. Все. Камень пошел. Приступ возник. А человек в это время что пьет? Мы же функцию восстанавливаем. Мелк Тисов пьет. Кто виноват? Мелк Тисов. Мелк Тисов. Не, ну, понимаете, это что? Тут никто не виноват. Это так случается и так это все равно может быть. Хоть сметаны поила, хоть чего поила, может возникнуть приступ. Это понятно? Что я смешного сказала? Ничего. А что так смешно? Я не знаю, женщина всегда. Я рада, что я вас смешила. Женщина, как бы, никакого секса. Вот представляете себе, как мы мыслим радикально, да? Если так может случиться, то никакого секса. Да нет, ребята, вы что, если на то дело пошло, то наоборот. Вопрос, ну вы же знаете психосоматику. Вообще проблемы желчных людей. Ну это же никто не отменял. Обидчивые, злые, да? Да. Желчь там плохо. Желчным будет обязательно. Нервные. Нервные, да. Почему? Потому что все время спазм. Все время спазм. Еще раз, дискинезия – это нервная система. И закладка вот этих процессов будет происходить, а то, как у вас желчный пузырь выпорожняется. Как мы кушаем? Какая у нас нервная система? Как мы ходим в туалет, если запоры по носу? Вот, да, на уровне физико-химических изменений. Понятно? Вот. Поэтому смотрите. Если мы говорим про камни, про камни. Ситуация в плане того, что чем мы можем помочь, очень неоднозначная. Но, тем не менее, выбора все равно нет. Если камень лежит в себе спокойно, нужно, чтобы он не увеличился до того размера, когда желчный пузырь не сможет сокращаться. Это сразумило? Да. Решите выйти на операцию. Лучше операцию не делать, если все спокойно. Просто нужно создавать условия текучести для желчи. Когда он начинает хорошо омываться, никаких воспалительных вещей нет. Что для этого надо? Локло. Или фаберабрс. Лучше локло. Лицетин в обязательном порядке. О, избилась. Говорила-говорила про клетку печени. Куда-то ушла в сторону. Друзья мои. Вернусь, чтобы объяснить. Вот человек ест сладкое. Конфеты, булки, углеводы. Еще раз. Лишняя энергия не израсходована. Печень начинает из углевода синтезировать жир. Холестерин, да? Вопрос, почему это возникает. Дефицит энергии в клетке. В клетку не пришел углевод, как энергия. Понимаете? А для того, чтобы жир расщепить, еще энергия нужна. Поэтому в обязательном порядке в программах по восстановлению функции нужен кофермент Q10. Что нужно? Кофермент Q10. Вот. Локло. Вот. Q10. Энергия для клеток печени, друзья мои, очень нужна. И в данном случае, вот, да, мне спрашивают дозировку. Скажите, пожалуйста, вот чисто сейчас ваше мнение. Нехорошо, неплохо, правильно, неправильно. Как вы думаете, какой дадим кофермент в этом случае? 100 миллиграмм или вот тот, который 10 миллиграмм? 100 миллиграмм. 10? Сотку, д他的. Сотку. Почему не 10 миллиграмм? Может, 10 с anger 10. сердечные нет во первых да это направил поле помните одну вещь печень и камни не любят острое там где есть перец стараться очень аккуратно вот камни это пожалуй единственная история вы знаете как я отношусь к имбирям к перцу да знаете хрену горчицы очень хорошо вот эта история которая эти вещи не любит и поэтому кофермент q10 в данном случае избирательно ну как препарат выбора берем тот который сотка и здесь жалеть не надо пусть это будет одна капсула в день понимаете но функция печеночной клетки очень активно на это реагирует супер дальше что еще нам нужно если мы говорим про правильные жиры нам нужны поле ненасыщенные жиры омега-3 надо надо в обязательном порядке лицетин омега-3 кофермент q10 да это все жира дальше витамин е нужен нужен чего там витамин е жира жиростворимый витамин да зачем как вы думаете зачем он нужен ну потому что большинство из вас знают витамин е как репродуктивный гестероновый витамин а зачем вот в данном случае как вы думаете антиоксидант а что это так вот друзья мои клетка печени когда она занимается детоксикацией вот витамин е работает на самом деле как антиоксидант это правильно то есть он не дает окисляться холестерину формируется фермент ароматаза в печени есть такой фермент ароматаза и вот когда у человека возникает вот эта история с холестерином для того чтобы холестерин не окислился нужно ароматаза знаете активизирует этот фермент не что иное как витамин е поэтому в программах когда есть атеросклероз когда есть желчнокаменная болезнь на и холестериновые камни обязательно нужен витамин е не жалейте на это функция печени должна быть восстановлена а я говорю про витамины а что у нас там с микроэлементами для того чтобы синтезировалась правильная желчь это же выбрасывали все шлаки и токсины понимаете что клетка печени на сегодняшний день открыто четыре с половиной тысячи ферментов детоксикационных вот этих цитохромов 480 которые занимаются детоксикацией превращением из токсичных веществ в нетоксичные это окислительно-восстановительные реакции когда один электрон от кого-то забирается от витамина е куда-то присоединился тут восстановился перестал быть я там так вот каждый фермент он катализируется своим нутриентом в частности печень очень зависимо от железа ряд детоксикационных ферментов железо зависимы именно поэтому в нашем с вами комплексе лифгард там 5 миллиграмм железо это не просто так ребят что его взяли туда и присобачили 5 миллиграмм железо это улучшить детоксикационную функцию печени мембран зачем нам нужно медь зачем в комплексном подходе программы здоровая печень туда внесена мсм как вы думаете опять-таки сера является активатором очень многих детоксикационных ферментов в печени но мы с вами сказали про железо и про серу а их 400 тысяч например для того чтобы фермент алкоголь дегидрогеназа расщепила алкоголь понимаете нужно медь для того чтобы глаза наши с вами к 40 годам не требовали очки потому что хрусталик мутнее да возникают дегенеративные процессы на хрусталике должен сработать фермент супероксид дискутаза это все печень она активируется например селеном понимаете да и так далее то есть для того чтобы наша с вами печень работала вот эта мембрана за то чтобы тут желчь образовалась чтобы вот все что не нужно выбросилась для того чтобы все что нужно пошло куда надо вот это биохимическая лаборатория должна работать как как часы но если мы с вами не даем микроэлементов понимаете то какие часы будут работать так понятно скажите пожалуйста а почему у нас сегодня страдает детоксикация где мы видим что мы что у нас аутоинтоксикация повышена вот как вы себе можете понимать вот есть у вас проблема печени или нет аллергические процессы раз еще 2 головные боли 3 а внешне кожа плохая кожа плохая ребята сразу видно сразу видно цвет кожи другой волосы детоксикация это процесс ауто отравление у нас происходит каждый день мы расщепляем образуем и выводим но выводит у нас кто печень через желчь и толстый кишечник и почки до смочу ну как может работать орган если туда ничего не дали вот мы с вами говорили про два килограмма овощей и фруктов чтоб нам заходит с овощей и фруктов для того чтобы вот это все функционировал витамины микроэлементы да но мы с вами шо делаем мы с вами морковку варим буряк мы с вами варим яблоки мы с вами чистим и тушим но печем мы с вами дефилатировали все микроэлементы и хотим чтобы все было добро не она также легче переваривать обратите внимание пятый стол первый стол 5 асту 1 асту это острые это обострение заболевания когда ограничивается все сырое и переводится человек на щадящую вареную пищу но проблема двух врача и пациента потому что когда пациенту стало хорошо ему стало легче он не пришел и не спросил дорогой доктор вы мне назначили первый а стол или пятый асту а что теперь мне уже хорошо он продолжает кушать овсянку он продолжает кушать вареные овощи вот и так треба да так не треба понимаете надо переходить на нормальный подножный корм грубую клетчатку и пищу понимаете дефицитность которую мы создаем себе сами ну как может клетка функционировать если вы ей не дали а как вы думаете меди меди мы много получаем нет а серу раз в году на новый год в салате оливье а еще на море сосиской клетку не на коже совершенно виноград в каком месте зеленый горошек ребята зеленый горошек но это в каком виде давайте так я только сейчас сказала все что консервированное все что сваренное мы дефилатировать какая-то там часть сосется если у вас идеальный кишечник но у вас не идеальный кишечник и поэтому вот а нет но вы еще сегодня не готовы кушать целую пищу поэтому друзья мои вот есть лопа есть комплекс минералов кто пил программу печеночную поднимите руки спасибо вот к этой печеночной программе в обязательном порядке рекомендую коллоидные минералы в обязательном порядке ребят но нельзя поместить все в один комплекс до собрано основное но без минералов не идет детоксикация без белка эль-карнитина зачем эль-карнитин чтоб жир сгорел да не будет утилизация холестерина а это про что это про количество съеденного белка в программах заниматься вопросами желчнокаменной болезни еще раз это кишечник это печень функции основные вещи нельзя растворять камни если вы не привели в порядок кишечник и поэтому это что сначала программа реабилитации желудочно-кишечного тракта а потом как бог даст по печени с минералами с коферментом q10 с эль-карнитином в обязательном порядке с лицетином вот то что мы сказали так вопросы есть давайте может добавляем конечно конечно молодец помнишь правильно вот школу все нормально я понимаю что вы говорите но хочу немножечко чтобы было остальным понятно скажите лицетин соевый и лицетин растительные чем-то отличается от нотру но это растительный есть животные лицетин нет яйца есть лицетин еще животные точно в печени мозги друзьям и церебролизин слышали так это не что иное как вытяжка из мозгов крупного рогатого скота в виде фосфолипидов все но я предпочитаю кушать качественный лицетин даже в условиях инсульта понимаете потому что поврежденные клетки головного мозга они и без того страдают да мы еще должны заставить работать чтобы этот церебролизин был расщеплен нужно давать готовую форму фосфолипидов поэтому лицетин это в идеале не ответил он заходит потому что единственное что могу сказать и на спи делает лицетин из сорта супра это соц который не подлежит ген модификации вся остальная соя производители которые нет не переживают за качество они делают из обычной сои ну а там как сработает ген модифицированный бог его знает поэтому а какой у нас продукт есть который днк восстанавливает а ну а ну а ну хлорофилл ребята хлорофилл как же я забыла про хлорофилл при этих вопросах а ну давайте скажите важно при проблемах печени хлорофилл важно детоксикация это мы знаем да скажите пожалуйста вы знаете как делают хлорофилл ребят продукт номер один продажах супер те кто давно работают знаете что немножко вкусовые качества меняются есть этому объяснение сырье меня сырье меняется а еще нет нет просто не порцию увеличили ребята хлорофилл получают из ферментированного сырья люцерна это продукт ну корова его кушать просто так мы с вами не можем получить полезные вещи из обычного из обычной люцерна ферментируется вещество ну сырье вот малиновый чай вы знаете да смородина как вы думаете как вы вообще собираете лист смородину до спины варень попробуйте его сначала про ферментировать потом он даст аспирин как он должен его при определенных условиях складывают прессуют он преет он преет условия в определенные до создаются при температуре при определенной влажности он меняет свою структуру тогда туда добывают вот этот хлорофилл а по-другому никак то есть знаете для меня все стало на свои места по поводу вкуса по поводу там каких-то вещей когда я поняла как это происходит все это не чистая мята почему отличается добавить это не чистая мята должна пройти ферментация тогда активизация происходит всех биологических нутриентов а это флоритов измена вкусовых качеств но что-то там слышим какое-то там есть отдушка ну натуральная мята вы понимаете да чуме другая вот еще момент в программе по здоровая печень там у нас есть с вами бердок да и есть сноска что если есть камни да то вопрос желчи гонки да то есть он может усилить желчи отделение ну и тогда в общем-то мы эти дачу поэтому лучше всего эти вещи принимать после приема пищи но еще раз если у вас ваш клиент кушает эту программу вы его должны предупредить любой кусочек мяса потому что там есть жир любой салат с растительным маслом может вызвать движение камней и не обязательно бердок или мелк тису будут тому вино разуме но вопрос о том что нужно после еды это очень оправданно меньше желчи выброс помягче все это происходит и в общем то мы не не так сильно рискуем понимаете вот теперь дальше что такое бердок корень лопуха да какое вещество нам важно в нем кроме его желчегонного эффекта это инулин опять-таки это что это сорбент а раз сорбент то что он сорбирует желчные кислоты но если говорить про растение то оно не просто тут так заведено потому что одуванчик тоже обладает желчегонным эффектом понимаете целебные свойства растения они объясняются чем-то не просто так инозитол холин которые есть в лифгарде это липотропные вещества почему липотропные да потому что надо уловить вот этот лишний лишний холестерин для того чтобы свести вот эту желчную мицеллу в то соотношение чтобы желчь была текучая поняли теперь еще один момент я вам хочу показать как бонус понимание того что говорит каждый кулик свое болото хвалит да я как гастроэнтеролог могу сказать вам одну простую вещь 300 заболеваний 300 заболеваний ноги лежат в кишечнике и еще у 300 у печени все остальное вторично атеросклероз болезни альцгеймера и так дальше и так дальше система усин для тех кто не знает будете понимать почему так энергии да у нас есть с этой точки зрения и я черная из белом белое и черном день сменяет ночь мужчина женщина плюс минус ну и тогда смотрите меридиан легкие толстый кишечник почки ночевой пузырь печень желчный пузырь здесь поджелудочная железа селезенка желудок здесь 4 тройной обогреватель нервная система эндокринная система сердце сосуды тонкий кишечник вот смотрите вот это это легкие вот сюда относится лимфатическая система иммунитет знаете да не все 85 процентов иммунитета лежит где в кишечнике а еще где на слизистых рот и носа глотки дыхательные пути да дальше почки мочевой пузырь смотрите всегда система стремится к равновесию гармонии если вот здесь что-то забрали вот здесь то тут добавится но снова будет гармония и вот это движение вот этот баланс он сохраняется когда система находится в равновесии понимаете что мы система и только наша система сделала офтальмолога для правого глаза для левого глаза трихолога для правой волосины для левого я немножко утрирую понимаете так вот смотрите если у нас кишечник дал сбой летит иммунная система вышлаковка через лимфатическую систему нарушается нарушается вот это вот игрались игрались какое-то время система могла себя утромывать так скажем все ресурс закончился она что начинает делать она начинает сбрасывать отрицательную энергию есть несколько законов движения этой энергии я сейчас не было это если сценарий развивается вот по этому пути что начинает страдать почки люди и дисбактериоз кишечника пилонефриты а вот здесь предстательная железа яичники у женщины шо там с аднекситом антибиотик снова проблема дисбиоза куда качнули снова воспалительный процесс бронхиты давайте вот в этом кругу бронхиты там нелегкие да да легкие кишечник проблема кишечника это проблема дыхательных путей та же самая аскорида из кишечника попадает куда в легких развивается четыре месте где больше вот туда или вот по этому сценарию развитие идет да и тогда мы имеем вот о чем я вам сегодня рассказывал проблема кишечника с дисбиозом и что там нарушение функции печени а страдает желчный пузырь мы имеем камни ребята причина следственная связь это вам не просто так мы по факту имеем камни а проблема кишечник лимфатическая система а люди на воды не пьют а как там то лимфа будет выносить грязь какую-то ну а дальше вот вам замыкается это все куда бермудский треугольник поджелудочная железа имеем реактивный холецистопанкреатин с разуме вы дальше если функция печени нарушена с холестерином эта система дала сбой да дальше куда идет что там у нас сердце сосуды холестерин до атеросклероз инсульты и пошло поехал вот эта система усин между прочим китайцы и узнают 5000 лет я читала источник знаете древнее древнее население которое было здесь вот на территории украины триполье вот в триполе были найдены при раскопках вот эти данные я не могу не оспаривать не утверждать но есть такое мнение что просто не сохранили вот китайцы сохранили эти знания а мы с вами не ну как украина нет хотя в триполье есть данные о том что систему усин это отсюда не важно или важно кому-то мне уже важно я гордюсь этим смотрите по сути дела человек еще раз это единая система и нельзя смотреть на желчнокаменную болезнь как на проблему только лишь этого органа это и проблема чего головы с ее психикой и обидами потому что нервная система как ведет себя спазм вызывает магнивая диета при желчнокаменной болезни ну вы понимаете спросите любого гастроэнтеролога какая диета назначить магнивая скажет а почему магнивая а какие продукты у нас содержат магний знаете нет гречка раз тыква буряк ну тыква не круглый год слава богу зимой буряк можно найти круглый год ты лишь моего не ему да не еди иди да иди молодцы ну и все кто прошел школу питания низкий вам поклон спасибо за активность что вы хоть буряк едите значит я не зря работал магнивая диета ребята поэтому магний хила который у нас есть с вами знаете сколько надо съесть магния 1,2 грамма ну для того чтобы при желчнокаменной болезни ситуации вот эти вот были нормально посчитаешь 350 понимаете да то есть дальше сбой будет во всех системах и так и получается что если есть одна проблема человек приходит и у меня букет а с чего начинать так и что мне делать с этими камнями что делать камнями но во первых сначала сначала нужно решить эти камни можем что-то с ними делать или нет если конечно ребят для начала для со специалистом и гарантий никаких все может случиться но попытаться создать условия текучести желчи знаете как говорится если вы попали в хирургу вдруг и он не предложил вам консервативного лечения нужно текать правда потому что нельзя еще раз есть очень неоднозначное мнение на сегодняшний день среди гастроэнтерологов и здравомыслящих хирургов которые не только на этом деньги зарабатывают понимаете не все камни нужно оперировать не все нельзя если вдруг у вас выявили камень у вас все спокойно не было никаких приступов но чего идти на операцию и никогда не слушайте что вам говорят что они не растворяются растворяются целая подборка у меня есть узи с доказательством того что камни растворяются только надо вовремя все это дело да во время они тогда когда паровоз ушел знаете сколько таких людей приходит на фаршированный желчный пузырь ой а можно ли шон не мог не хочу на операцию знаете как так приговор подписан нет вы идите на поэтому делаем музей раз в году смотрим состояние желчного пузыря а еще лучше мои друзья вы сегодня уже вооружены да и у нас с вами есть систем привести в порядок программа реабилитации желудочно-кишечный тракт раз да и от трех до шести месяцев для того чтобы понять с вашими камнями какая динамика происходит или нет по жизни но лицетин по жизни омега-3 мсм нужно помогать орган который перестал функционировать печень это начало конца кстати себе причем трансаминазы вот как ферменты которые мы имеем там а лт а ст вообще ничего не понимали у человека камни в желчном пузыре у него жировой гепатоз печени трансаминазы в норме на анализах и он будет у меня все хорошо наблюдали вы такое про себя знаете на как так может быть еще это хорошо конечно нехорошо давайте подумаем про то почему нехорошо как может как можно быть этот фермент выбрасывается при тогда когда печени остается но процентов 30-40 живой вот тогда он начинает появляться в крови а до этого когда пластилин вот здесь формируется грустно да давайте мы закончим на оптимистической значит смотрите еще раз все должно быть здравомысленно да не надо людям обещать и себе рассказывать больше чем правда да все нужно взвесить и оценить если что-то можно делать значит нужно делать если трошки записано тогда будем работать с поскольку с пост холецистоктомическим синдромом ребята тоже можно тоже можно человеку все наладить но он тогда должен быть знаете так как у диабетика инсулин тогда подколка да то вот здесь такая подколка в виде локла все равно придется пить бифидофлору заселять потому что погибает совершенно верно понимаете лицетин тоже ну вот так все органа не вместо него кто-то должен работать тогда клетчатка есть еще вопросы спасибо ну тогда я надеюсь тогда я надеюсь что вам сегодня было полезно если кто-то хочет сказать в обратную связь что я буду рада тоже мне нужно понять насколько вы меня спасибо вам спасибо